В общем, еще раз всем привет. Меня зовут Алексей Протас. Тема «Моя философия компьютера». Я уже сообщил, почему она такова, почему ничего более конкретного. Но в какие-то моменты будет сложно. Не расстраивайтесь, если вы чего-то не поняли. То, чего я хочу достичь, это чтобы вы уловили интуитивную идею или набор идей, которые стоят за компьютером. Не нужно разбираться во всех сложностях, которые, возможно, я буду вам показывать. Хорошо, с чего мы начнем? Давайте начнем, очевидно, с информации. Что это такое? На самом деле никто не знает. Потому что попыток взять определение слова «информация» было много, но не одно удовлетворительный. По той причине, что информация является настолько фундаментальным примитивом нашего мышления, что найти что-то еще более фундаментальное для того, чтобы определить информацию, довольно сложно. Но давайте в рамках моего рассказа пользоваться одним из неправильных определений сознания, но которое достаточно подходит нам. Давайте определим сознание информацией. Я просто слишком часто думаю о вопросах сознания. Давайте определим информацию как ответ на какой-то вопрос. Но о чем мы спрашиваем, что такое вообще вопрос? Давайте назовем все объекты, о которых мы задаем один и тот же вопрос множеством. А сам процесс ответа на этот вопрос назовем функцией или вычислением функции. По сути, функция, как вы все догадываетесь, это понятие из математики. И наиболее простым и наглядным его представлением будет какая-нибудь коробка, в которую вы закидываете, допустим, шарики, она преобразует их в кубики. Допустим, с таким же объемом, как у шарика, который мы запустили в нашу function-машину. На самом деле, вся наша жизнь, все наше мышление состоит из вычисления функций, то есть из ответов на какие-то вопросы. То есть, к примеру, мы видим людей… Допустим, как мы вообще в принципе разбираемся в том, что происходит в нашей жизни? Ведь от наших глаз в наш мозг поступает огромный поток зрительной информации. Как можно в принципе понять, что там происходит? Там можно отвечать на какие-то вопросы о том, что происходит, о том, что мы видим. Мы должны отделять отдельные компоненты нашего зрительного потока и определять их как людей, как самолеты, как деревья, как какие-то важные для нас концепты. Хорошо. Какие есть способы вычисления функций или способы дать ответ на какой-то вопрос? По сути, есть два способа. Первый способ — это, если вам уже заранее известен ответ, просто сказать его. То есть, допустим, вы имеете перечень объектов, о которых спрашиваете что-то, и вы просто записываете ответы об этом объекте, ответы на вопрос этот к каждому объекту. Другой способ — это придумать правило, которое помогало бы нам давать ответ на этот вопрос о каком-то объекте, исходя из свойств этого объекта. И если это правило можно описать в виде некой последовательности действий, то это правило мы называем алгоритмом. Одним из видов функций является кодирование. Для этого мы говорили об информации, которая обычно содержится в нашем мозгу и нашем сознании. Но иногда нам нужно эту информацию вынести вовне, в окружающий нас мир и, например, передать другим людям. Для этого нам нужно как-то обозначить то, что мы хотим передать, и с тем, как мы это передаем. Банальный пример — это, собственно, письменность. Здесь изображены законы Хамурапи, свод законов Древнего Вавилона. Еще одним примером кодирования является кодирование числа. Простейшим и всем понятным способом кодирования числа является постановление в соответствии каждому объекту какого-то другого объекта. То есть, допустим, у вас есть три куска мяса, и вы каждому из них ставите в соответствие по пальцу. Итого у вас получается три пальца. Вы можете использовать камни или зарубки на палке и благодаря этому оценивать то, как много имеете вы вещей, не имея к ним, например, прямого доступа. Или даже передавать эту информацию другим людям, при этом не показывая им источник этой информации. Хорошо. Теперь посмотрим, как эти концепции развивались в ходе истории. Еще до появления какой-либо идеи о механизме, который мог бы самостоятельно отвечать нам на какие-то вопросы, вероятно, в Древнем Вавилоне в 3000 лет до нашей эры был изобретен Абак. По сути счеты. Главная идея здесь в том, что мы теперь не просто записываем какую-то информацию в какие-то символы, мы записываем информацию, кодируем ее в состоянии какого-то объекта, в данном случае Абака. То есть, при этом мы можем какие-то действия с этой информацией описать как порядок изменения состояний этого устройства. Но так как это устройство не было автоматическим, мы пойдем дальше. Следующим устройством будет антикидерский механизм. Его нашли на заводовывшем корабле в 1901 году греческом. И длительное изучение его показало, что этот механизм определял положение звезд, скажем, всех нужных, интересных грекам небесных тел. И греки считали, что от этого положения зависит скорость ветра на море. Для этого, в общем-то, им и нужен был этот механизм, состоящий из взаимодействующих шерстеренок. Тем не менее, учитывая, что механизм был ладен на затонувшем корабле, суеверие — это плохо, в общем. Спустя некоторый период стагнации, с приходом Ренессанса в начале XV века, начали появляться идеи об арифмометре. По сути, арифмометр — это концептуально то же самое, что и антикидерский механизм, только на этот раз он был предназначен для арифметических вычислений. Первой идеей появлялись у Довинчи и Вильгельма Шикарда, но создал первый арифмометр, реальный блеск Паскаля, когда ему было 19 лет. Но реальное значение практически арифмометра приобрели только в начале XIX века. Важным изобретением являлась Закардова машина, которая была изобретена в 1804 году Жозефом Жакаром. И главное достоинство этой машины было в том, что рисунок, который она ткала, не был зафиксирован в устройстве самой машины, но мог быть записан на перфокартах. Это такой кусок, например, доски или картона, в котором есть отверстие, которое определяет, где пройдет крючок. И таким образом сдавался узор, который можно многократно повторять. Дальше в начале XIX века английский математик Чарльз Бэббидж изобрел разностную машину. Не сам, он расстановился на работах других математиков. И главное, ну по сути, это был просто сложный арифмоветр, считающий таблицы для морской навигации. Но он хотел большего, он хотел машину с памятью программистками, поэтому он стал разрабатывать свою аналитическую машину. Алгоритмы, которые она вычисляла бы, можно было менять, задавая последовательность действий, которые будет выполнять его машина, например, на перфокартах. Машина получилась очень сложная, и на ее разработку ушли все деньги. Чарльз Бэббиджа. Тем не менее, сам концерт был рабочий, и он даже привлек женщину математика Аду Лавлис для написания первых трех программ для этой машины. Так что фактически ее можно считать первым программистом в истории. Дальше стоит упомянуть машину Z3. Это, судя по номеру, очевидно, третий из машин, который создал немецкий математик-инженер Конрад Зус. И она примечательна тем, что она фактически удовлетворяет всем требованиям современного компьютера. Тем не менее, она была уничтожена во время бомбардировки англичанами Берлина, и поэтому особого влияния на развитие влечительной техники не оказала. Дальше был Колос. Эта машина расшифровывала, английская секретная, расшифровывала передачи военной Германии. В ее разработке участвовал антюнинг, мы о нем еще поговорим. И она работала на электронных лампах. То есть, по сути, это был на вакуумных лампах. По сути, это был первый электронный вычислитель. Вот это прадедушка всех современных компьютеров. Он был разработан в Присонском университете и удовлетворяет, он не только электронный, но также удовлетворяет всем необходимым требованиям, которые мы налагаем на компьютер, о которых мы поговорим позже. Этот компьютер был разработан позже под руководством математика Джона фон Неймана. И в нем была введена идея, которая сейчас называется архитектурой фон Неймана. Она заключается в том, что все команды, все данные мы храним вместе в памяти. Эта машина примечительна тем, что она создала рынок компьютерной техники. До этого все компьютеры были невероятно дорогие, стоили больше 2 миллионов долларов. В то время как эта машина стоила всего 120 тысяч долларов, ну всего. Но теперь крупные предприниматели могли себе это позволить. Это, как все знают, первый персональный компьютер. Дальнейшее развитие вполне можно себе интуитивно представить. Поэтому давайте вернемся обратно к философии. Каким требованием должно являться устройство, которое может отвечать на вопросы? То есть выполнять какие-то алгоритмы. На этот вопрос отвечали многие математики. Одним из них был Алан Сьюринг. За основу для своего ответа он взял такой концепт из математики конечный автомат. Я уже понял, что людям довольно сложно понять, что такое конечный автомат. Поэтому давайте с вами просто условно пройдемся. Представим, что вы находитесь в состоянии нейтральном. Вам не хорошо, не плохо, не грустно никак. Но вам кто-то подарил конфетку. И вы стали радостным. Но потом вас кто-то обидел, и вы стали чуть более грустным. Что произошло? Х мы обозначаем как конфетку, а вот эту букву как будто вас кто-то обидел. Потом вас кто-то обидел еще больше, и вы стали совсем грустным. А что могло произойти изначально? Вас могли обидеть, обидеть снова, и вы бы стали тоже таким же совсем грустным. Но потом вам дали конфетку, и смотрите, кружок очерчен черным. Вы подумали, что мир не так плох, и на этом мы закончим. В чем суть? Конечный автомат просто переходит из одного состояния в другое, в зависимости от того, какой символ он прочитал. То есть, по сути, это то, что должна делать любая автоматическая система. И это просто такое вот очень простое, без лишних слов, описание этого. Что сделал Тюринг? Он добавил к конечному автомату одну способность. Автомат теперь может не только читать какие-то символы, но и писать их обратно. Давайте представим это в виде бесконечной ленты, на которой записаны какие-то символы. И машина Тюринга просто двигается по этой ленте, читает что-то, меняет свое состояние и записывает что-то обратно. И при этом в зависимости от того, в каком она состоянии было до этого, и что она прочитала, она двигается вправо и влево. Вам не надо вдумываться в то, почему и как, но Тюринг интуитивно предположил, что вот эти функции являются достаточными для определения системы, которую может вычислить любой алгоритм. Причем были другие попытки формализовать понятия алгоритма, такие как машина Поста, алгоритм Маркова, но все они эквивалентны машине Тюринга по той причине, что они все могут быть сымитированы на машине Тюринга и наоборот. Важно заметить, что формализация понятия алгоритма посредством машины Тюринга позволила понять, что есть два вида функций, вычислимые и невычислимые. То есть есть функции, для которых можно придумать программу для машины Тюринга, и то есть их можно вычислить алгоритмически, а есть те, которые алгоритмически вычислить нельзя. Примером такой функции является сдача об остановке. Алан Тюринг доказал теорему о том, что если машине Тюринга дать чертеж другой машины Тюринга и какие-то ее входные данные, в общем случае она не сможет ответить, остановится ли эта машина при выполнении своей программы или нет. Об этом мы поговорим позже. Дальше стоит сказать о такой вещи, как виртуальная машина. Прежде чем мы перейдем к реальной машине, подумаем, чем вообще в принципе должна являться машина. Машина, компьютер. Опираясь на концепцию машины Тюринга, мы можем себе представить, что компьютер должен читать что-то из памяти и записывать что-то обратно, выполняя команду, которую он прочитал. Обратно в память. Это и по сути запись, которую он сделает, является результатом или промежуточным результатом выполнения программы. И стоит сказать, что у каждого компьютера есть свой набор команд, которые он может понимать. И если, например, дать компьютеру команды, которые он не понимает, он просто не сможет их выполнить. Но, тем не менее, если написать на языке, который он понимает, специальную программу, которая будет каждому слову из команд другой машины ставить соответствие команды, которые он понимает, то тогда этот компьютер сможет выполнить программу для другого компьютера. Способов это сделать есть два. Первый называется компиляцией, другой интерпретацией. При компиляции мы имеем весь текст программы, и мы просто переводим его в язык, который мы понимаем. При интерпретации мы выполняем ее по мере чтения. Прочитали команду, выполнили. Вы можете это представить себе, как если бы вы работали в китайской компании, и вам прислали какие-то задания на китайском. Если вам прислали все, что вам нужно, например, сделать за месяц, вы можете просто вставить, присланы вам текст-переводчик, и вы будете знать, что делать. Но вам могут присылать команду за командой по-китайски, и вам придется сначала ее перевести, потом выполнить, а потом ожидать следующий. Хорошо. Двоичный код. Все, думаю, слышали, что вот компьютер считает какие-то единички и нолики. Обязательно ли это так? На самом деле нет. Алфавит, так это называется, у компьютера может быть любым. Он может понимать любое количество различных состояний, различных символов. Но почему в итоге все инженеры пришли к двоичной логике, несмотря на то, что троичная, с точки зрения некоторых математических вычислений, является более эффективной? По двум причинам. Во-первых, она надежна. Одна из причин, почему Чарльзу Бебиджу не удалось создать свою аналитическую машину, заключается в том, что он использовал десятичную разрядность и использовал шестерни. Причем этим шестерням не была нужна такая точность, которую нельзя было добиться с уровнем технологий того времени. По сути, эта машина была просто ненадежной и постоянно ломалась. А второе преимущество двоичной логики заключается в том, что она простая. С помощью двоичной логики мы любой вопрос можем разделить на маленькие подвопросы, на которые можно ответить всего двумя словами. Либо да, либо нет. Хорошо. Теперь давайте отвлечемся от философии и подойдем к реальности. Как выглядит современный компьютер? На самом деле все, что здесь изображено, находится на плате, которое называется материнской. Тут ничего, скорее всего, вам не видно из того, что написано, поэтому даже не пытайтесь прочитать. Я просто буду говорить, что здесь происходит. Основным компонентом компьютера является CPU, центральный процессор, ну или центральное процессорное устройство. Оно обрабатывает все команды. Откуда он наберет команды? Из памяти, которую ему пересылает в специальный маленький компьютер, который здесь называется Северным мостом. Ну, не забивайте себе этим голову. Причем все компоненты соединены такими штуками, которые называются шины. Шины — это на самом деле просто набор параллельных проводников, каждый из которых одновременно придает какой-то сигнал, либо единицу, либо ноль. То есть либо ток есть, либо его нет. Вот. Так компьютер соединяется с устройствами ввода-вывода, вроде клавиатуры, мыши и так далее. USB-порты, или, например, здесь он подсоединяется к графическому адаптеру. В общем, все строится на соединении различных устройств шинами. Хорошо. Идем дальше. Точно так же, как ученые изучают реальность нашу окружающую, деля ее на отдельные абстракции и формируя отдельные науки. То есть, допустим, физика изучает один уровень абстракции, химия изучает другой уровень, который формируется из абстракции, который изучает физика. То есть физика изучает молекулы какие-нибудь, а молекулы формируются из того, что изучает физика, из частиц, атомов и так далее. В биологии изучают систему, которая уже состоит из большого количества химических систем. Точно так же мы можем изучать компьютер, деля его на отдельные какие-то уровни, каждый из которых достаточно прост, чтобы его понять. Вместо того, чтобы пытаться разобраться во всем этом не себе разом. Принято выделять несколько уровней. И самый нижний, которого тут нет, называется физическим уровнем. Уровень физических устройств. На нем происходит вот именно сама суть работы компьютера с точки зрения законов физики. Следующим уровнем является цифровологический уровень. Он определяет какие-то самые базовые примитивы логики компьютера. Следующий уровень – это уровень микроархитектуры. Здесь определяется то, как компьютер будет выполнять команды. Потом идет уровень архитектуры команд. Здесь определяется то, какие команды компьютер сможет выполнять и как они устроены. Дальше идет уровень операционной системы. По сути, операционная система – это уже программа. Ее главная задача – это управлять устройствами, которые присоединены к компьютеру, и обосредовать запросы других программ к этим устройствам для защиты компьютера и для облегчения работы программистов, которые пишут эти программы. После него идет уровень ассемблера. Ассемблер – это такой код для некой машины ассемблера, который может понимать человек, но тем не менее он все еще достаточно близок к машинному коду. То есть в нем каждая строка, условно говоря, эквивалентна какой-то команде, которая понимает компьютер. Мы поговорим об этом тоже позже. И уровень языка прикладных программ. На этом уровне работает большинство программистов. И он наиболее удобен и прост в понимании для начала. Сначала быстро подвижемся по уровню физических устройств. Главным компонентом компьютера является транзистор. Представьте его себе как кран, который включает-выключает воду. Если он выключен, то вода не течет, в данном случае ток. А если он открыт, то вода протекает. Причем этот кран открывается подачей напряжения вот на этот контакт, который называется затвором. Вот так вот, собственно, он выглядит. Этот контакт не видны из-за перегруженности изображения. Ладно. Дальше несколько транзисторов объединяются в вентиле. Вентиле нужны для того, чтобы отвечать на вопросы о сигналах, которые мы передаем. То есть кто-то говорит да или нет, а мы знаем, как ответить дальше на то, что нам сказали. Представьте себе, что здесь течет вода. И вот наш переключатель-транзистор. Если он выключен, то есть здесь нулевое напряжение, вода завернет и пойдет сюда. То есть мы передадим сигнал 1. Но если мы откроем этот вентиль, вода вся вытяжет отсюда и не пойдет еще сюда. Тогда мы передадим сигнал 0. Это вот графически изображено на этом рисунке. То есть если здесь передается 0, то в итоге на выходе пойдет дальше единица. Иначе если единица, то пойдет 0. Этот вентиль называется вентилем не. Очевидно, он говорит обратное тому, что ему сказали. Теперь посмотрим сюда. Здесь вода в любом случае протечет, если только не будут открыты оба крана. Что изображено здесь. И такая функция называется не и. Почему не и? Потому что есть такая функция как и. И она говорит да только тогда, когда оба говорят да. То есть если мы делаем обратное, то, естественно, это будет не и. И третий пример. Здесь вода будет вытекать, если хотя бы один из кранов открыт. И такая функция называется не или. Почему не или? Потому что есть или, который говорит да, если хотя бы один говорит да. А не или делает ровно обратное. Из таких вентилей забираются сложные схемы, которые вычисляют сложные функции, то есть отвечают на сложные вопросы. Из большого количества входных сигналов. Эта схема выглядит довольно дикой. Она собрана из различных вентилей. И она называется арифметикологическим устройством. Основным компонентом процессора. Но вам не нужно вдуматься в то, что здесь происходит. Я просто скажу, что делает отдельные части этой схемы. Эта штука называется декодером. На ее вход поступает код операции. Тут есть два входа. То есть получается мы можем получить здесь либо ноль, либо единицу. То есть здесь может быть два состояния и тут два состояния. То есть два на два дает четыре. То есть в итоге всего мы можем здесь закодировать номера четырех операций. И мы можем делать какие здесь операции. Мы можем просуммировать числа. Тогда на выход пойдет сигнал суммы, а сюда пойдет перенос. То есть допустим, если мы сложили единицу и единицу, то на выход пойдет ноль и единица переноса. Вот, кстати, входы. Два бита. Другие функции, когда мы можем вычислить, это и, который говорит да, когда оба говорят да, или, который говорит да, когда хотя бы один говорит да и не, который будет говорить да, если B говорит нет и наоборот. Хорошо, идем дальше. Такие схемы помещаются на интегральные схемы. Это такие куски кремния в пластиковой оболочке с контактами. Интегральные схемы позволяют разместить на себе миллиарды транзисторов, что позволяет сильно уменьшить размер компьютеров. И, в принципе, улучшить их быстродействие. Еще одним очень важным компонентом компьютера является тактовый генератор. Фактически он создает время внутри компьютера. Тактовый генератор с определенной частотой генерирует сигнал. И все операции, которые выполняются в компьютере, синхронизируются с этим сигналом. В простейшем случае вы можете себе представить, что каждая операция выполняется за один такт. Хотя на самом деле это происходит не всегда. Но все происходит близко к тому. Хорошо. Триггеры. Что здесь происходит и для чего они нужны? Триггеры нужны для того, чтобы хранить один ответ. Как это происходит? Ток здесь зацикливается и, по сути, постоянно вычисляется функция от предыдущего состояния триггера. И таким образом он его сохраняет. Причем, если подаются сигналы вот на эти входы, то эти состояния переключаются. Так мы можем хранить всего один ответ. А так, соединив их в ряд, например, в восемь, мы можем хранить сразу восемь ответов и объединить это в одну ячейку памяти. Причем в различных процессорах… Ну и такое объединение называется регистром. В различном процессоре различное количество таких вот ячеек. Ну, таких вот триггеров в регистре. И именно это определяет разрядность процессора, которую вы наверняка слышали. То есть 32-битная, 64-битная. Это фактически означает, что в регистрах этого процессора 32 или 64 вот таких вот триггеров. И, возможно, вы еще слышали о такой вещи, как байт. Байт определяется минимально адресуемым каким-то размером, количеством битов в памяти. То есть у нас есть какая-то микросхема, которая хранит в себе вот последовательно много-много таких вот отдельных битов. И мы можем на микросхеме сформировать какой-то адрес и получить на выходе несколько бит, которые шли после этого адреса. И фактически байт определяет то, какое количество мы минимально можем адресовать. В большинстве случаев это 8 битов. Потому обычно считается, что байт — это 8 бит. Хорошо. Идем. А, ну, про память еще немного поговорю. Есть два типа памяти. Оперативная память и постоянная. Оперативная, она энергозависимая. Она хранит только то, что нужно компьютеру в процессе его работы. Поскольку память регистровала очень дорогая и требует большого количества транзисторов, используется оперативная память, которая использует иной способ хранения данных. Постоянная остается даже после выключения компьютера. Хорошо. Микроархитектура. Здесь два важных компонента. Первый называется тракт-даном. Регистры вместе с альфметикологическим устройством объединяются на шине. И все данные передаются с регистров. Альфметикологическое устройство. Команда выполняется. И результат записывается обратно в регистры. Как вообще, в принципе, это происходит? Из памяти загружаются команды. Специальное устройство, блок выборки декодирования команд, их распознает, передает в альфметикологическое устройство. Оно записывает результат в регистры. Тут еще есть дополнительные вещи, но у меня нет времени, а не на то, чтобы их вам рассказать. Архитектура команд. Все команды представлены двоичным кодом. И они могут иметь различную структуру. Некоторые имеют в себе лишь код операции. Некоторые имеют в себе код операции, то есть какой-то последовательный бит. А потом адрес в памяти, где записано то, что нужно для этой операции. Есть операции, которые используют какие-то значения по двум адресам, например, для засложения двух чисел из памяти. Или по трем. Хорошо. Уровень ассембра. Тот код, о котором я говорил. Здесь каждая строка соответствует какой-то команде. Что делает эта команда? Команда MOV помещает куда? В регистр EAC какое-то значение. Это 64-ичный код. Он такой же, как, например, десятичные числа, к которым вам привыкли, только к девяти обычным цифрам добавлено еще шесть. Так как у нас нет каких-то дополнительных цифр, мы используем буквы от A до F. Хорошо. К каждому такой цифре соответствует 4 бита, поэтому это удобный способ хранения бинарных чисел. Дальше языки высокого уровня. Они позволяют программистам не писать сложный ассемблерный код, а использовать какие-то более сложные абстракции. Это различные языки, о которых вы, возможно, слышали. Хорошо. Дальше. Быстрый пример, как все это происходит. Вот программа на языке высокого уровня. Вот эта строчка означает, что мы будем использовать код другой программы. Это структурная часть языка C. Называется функция. То есть эта штука тоже отвечает на какой-то вопрос. Это первый вопрос, который задается в нашей программе. И здесь в конце будет ее ответ. Она будет отвечать всегда у нас 0. Внутри, в ее теле, мы можем вызвать другую функцию и передать в нее фразу hello world. Эта функция будет печатать нам наш основной поток вывода. Обычно это, например, ваш экран. Фразу hello world. Привет, мир. Так этот код выглядит на языке ассемблера. А вот эта строчка будет вызывать нужную нам функцию. Если мы откроем в 16-ти личном редакторе, получившую у нас программу, можем найти закодированную строчку hello world и закодированную операцию вызова внешней функции. И вот в двоичное представление того, что увидит компьютер. Программы. Как, в принципе, все, что я сейчас рассказал, связано с тем, как компьютер оказывается в состоянии показывать нам, например, изображение или просчитывать трехмерную графику, генерировать сложность в сценах в фильмах и так далее. Главный секрет программирования в том, что вы выбираете объект, о котором хотите что-то знать и придумываете для него двоичный код. А затем вы придумываете последовательность операции, которая бы переводила заданный вами код в нужное вам представление. То есть, к примеру, у нас в глазах есть три вида колбочек. Одни настроены на красный, другие на синий, другие на зеленый цвет. Поэтому логично разделить любой цвет на три потока красного, синий и зеленого цвета со своей яркостью. Каждый из этих потоков, его интенсивность можно закодировать числом от 0 до 255. Получается, набор из трех таких чисел будет соответствовать одной точке. А набор таких точек будет соответствовать каждой точке изображения. Причем положение этой точки в изображении будет определяться положением ее в последовательности таких вот записей из трех интенсивностей. Далее мы передаем эту последовательность на дисплей, где его контроллер распределяет каждую из таких троек по отдельному пикселю экрана. Подается соответствующее напряжение на каждые из световых элементов, в связи с чего каждый из которых светится с нужной яркостью. И в итоге мы видим картинку. Более сложные системы разрабатываются схожим образом. Просто все строится на том, что мы делим любую задачу на множество более простых вопросов и делаем последовательность команд, которая может отвечать нам на эти простые вопросы. А затем мы соединяем все это в одну единую систему, которая в итоге может отвечать нам на очень сложные вопросы. Проблема ограничений. Основное ограничение — это размеры, тактовая частота и проблема неучислимых функций. Остановимся на тактовой частоте, потому что у меня совсем уже нет времени. В чем проблема? Все операции выполняются с какой-то конкретной скоростью. Чем она определена? Тем, что току нужно пройти через логические элементы, о которых мы говорили, за какое-то время. Это время определено двумя вещами. Либо определено двумя вещами. Размером длиной этих логических элементов. Чем они короче, тем быстрее пройдет ток. И второе — это напряжение. Напряжение определит, как быстро, в принципе, сам будет течь ток сквозь эти логические элементы. Но если мы будем просто повышать напряжение, мы в три раза повысим тепловыделение. В общем, нелинейно будет расти тепловыделение. Если вы, например, повысите напряжение в два раза, то тепловыделение вырастет в восемь раз. Поэтому в итоге очень скоро повышение частоты станет невозможным таким образом. Другой способ — это уменьшение размеров транзисторов. Но в чем проблема? Когда мы уменьшаем транзисторы до какого-то определенного момента, они перестают запирать ток. Потому что из-за квантовых эффектов электроны имеют неопределенное состояние. И когда транзисторы слишком маленькие, они смогут легко пересекать из-за так называемого туннельного эффекта с одного контакта на другой. Хорошо. Другой проблемой численности мы говорили. Какие есть обходы этих проблем? Первое — это параллелизация вычислений. Если нашу программу можно разделить на какое-то число независимых операций, то мы можем сделать много-много компьютеров, соединить их вместе, и они будут делать эти операции одновременно. Например, трехмерная графика. На самом деле, все трехмерные графики в основном сводятся к рисованию треугольничков. И, в общем, когда вы рисуете один треугольничек, вам не важно, как вы рисуете другой треугольничек. Поэтому есть такие штуки, как видеоадаптеры, видеокарты, которые состоят из огромного количества параллельных вычислителей. Другой способ — это, например, квантовые компьютеры. Они решают другую проблему. Они решают проблему ограничения памяти. Например, с обычными компьютерами мы практически не в состоянии обсчитывать такие сложные системы, как Вселенная, потому что они считают из огромного количества частиц. Но в случае с квантовыми компьютерами мы используем этот эффект того, что частицы в квантовом мире могут находиться одновременно в двух состояниях. А потому, например, несколько таких частиц могут хранить сразу все состояния, которые могли бы хранить несколько таких битов. То есть 300 таких вот частиц могут хранить в 2 в 300 степени обычных бит. А это сопоставимо с числом атомов во Вселенной, что позволит там просчитывать сложные системы. Окей. Ну и третий — это другие транзисторы, которые будут работать быстрее, а в этом у меня уже нет времени. Искусственный интеллект. До этого мы говорили о том, как мы учим компьютер отвечать на вопросы посредством написания алгоритма. Но можно ли это такой алгоритм, который научит компьютер самому учиться отвечать на вопросы? Основной вещью в этой задаче является статистика. Фактически все наше изучение реальности, которое произвели мы до создания компьютера, состояло в том, что мы находили какие-то повторения и зависимости в нашем субъективном опыте. И строили на этом свои научные и математические концепции. Таким же образом мы можем научить статистически анализировать компьютер информацию с камер, с микрофонов и так далее. Уже сейчас компьютер в состоянии распознавать речь, распознавать лица, людей, отделять отдельные объекты. И я не вижу никаких препятствий тому, чтобы в будущем компьютеры реализовали все наши когнитивные функции, возможно, кроме сознания. Потому что сознание — куда более сложный вопрос. Я делал такую лекцию впервые, у меня было сложное. И моя цель была в том, чтобы лишить компьютера хотя бы немного этого представления о нем, как о черном ящике, каком-то непонятном, страшном. Но показать его как набор очень простых идей. Хорошо. Всем спасибо. Здесь перечислены источники, которые вы можете использовать для того, чтобы разобраться во всем том, что наговорил я, и, скорее всего, все было непонятно. Есть такой замечательный ресурс, как курс R. На нем собраны прекрасные лекции, прекрасные курсы, на которые вы можете пройти бесплатно совершенно вместе с заданиями. Этот курс, здесь ссылка на курс Присонского университета по компьютерной архитектуре, а это очень простой курс от Эндрю Энга, один из создавателей курсера по машинному обучению, то есть по задаче искусственного интеллекта. Его можно пройти, даже если у вас есть школьные знания математики и знания английского. Литература. Естественно, там Баум, архитектура компьютера. Для нас это классика, с чего мы можем начинать. Далее вы можете читать что-то более сложное. И прикольный канал на YouTube «Электротехника и электроника для программистов». Там такой веселый дядечка будет говорить вам «Здравствуйте», и потом вы будете рассчитывать что-нибудь интересное, если вы знаете физику и математику. Ну вот, все. АПЛОДИСМЕНТЫ